После того, как Фераун, фараон, начал издеваться над Мусей, алейхиссалям, проявлять некое вот это высокомерие, когда Мусей, алейхиссалям, сказал, Аллах, Субхануа Та'аля, ваш Господь, Аллах, Субхануа Творец всего и вся, и твой Он Господь, я, Фераун, и твоих родителей. После этого Фераун повернулся и сказал, инна расулякум ладзи урселя и лаикум ламаджнун. Поистине, этот посланник, с издевательством сказал, «Этот посланник, который послан вам, он сумасшедший». После этого он, это его не задело слова, то, что он сумасшедший, он начал продолжать, он Господь Востока, Запада, и то, что между этим. Задумайтесь уже, будьте разумными. После этого у Ферауна не осталось ничего сказать. Не знал, нет у него далили, нет у него худжа, нет у него аргумента ответить на это, на призыв Муса, алейхиссалям, и он что? После того, как у него нет сильного аргумента, он начал возвращаться к своей силе. Часто так бывает, когда у человека нечего сказать, начинает уже переходить все границы, даже в каком-то диалоге и так далее, некий тиран, как бы, хорошо, ты меня не слушаешь, и начинает свою силу показывать. Так же Фераун сделал, сказал, «Если ты возьмешь другого Господа помимо меня, я тебя посажу в тюрьму». А если я тебе приведу какой-то аргумент от Всевышнего Аллаха, чудо от Всевышнего, то есть у меня есть чудеса от Аллаха, у меня есть знамения. Фераун говорит, «Если ты говоришь правду, приведи знамения, какие у тебя есть чудеса». «Кинул посох, превратил в ползущую змею». «Поднял руку, и она стала белой-белой». Мусс, алейхиссалям, сам был темноватый, такой у него был темный смуглый цвет, осмар. Поднял руку, она забелела. Тогда Фераун уже не знал, что делать, начал проявлять слабинку. «Кал, инна хада ла сахирун алим». Не знает уже, что делать, начал его обвинять, наговаривать на него. Это сильный колдун, это ученый колдун, то есть сахир. Начал его обвинять то, в чем он не является. Посредством своего сихара, своего колдовства, он хочет вас отсюда, чтобы уничтожить, забрать вас, прогнать из ваших земель. Что вы мне, какой совет дадите? Начал обращаться к своей элите. Сказали ему, «Арджих, ва ахаху, ва ба'ффил мадайни хаширин, я тукаби кулли сахирин алим». Те, кто вокруг фараона, сказали, «Повремени с ним, повремени с ним и с его братом, и отправь во все города гонцов, пускай тебя приведут самых лучших колдунов». Со всех городов, чтобы тебе привели колдунов. В другом аяте, «Сахар», то есть каждый, кто знает колдовство, тоже пускай придет. «Фаджа ас-сахара», пришли колдуны, кинули посохи. Мусе, алейсалям, «аль-ка-а-са», тоже кинул свой посох, и посох Мусе, алейсалям, начал глотать их посохи. После этого колдуны знают, что это не сахир. Мы самые сильные сахара, мы самые сильные колдуны, но они сделали сахир хьяли. Сахир хьяли – это то, что показалось фараону и показалось. Мусе, алейсалям, то, что их посохи превратились в змеи, но однако это не были змеями, они видят, что это посохи, а им так показалось. Но Мусе, алейсалям, когда он кинул, не показалось, в настоящую змею превратилась и начала глотать их, вот эти посохи. И тогда они поняли, что это не сахир. Мы все колдовство знаем, мы самые сильнейшие колдуны, это не сахир. Это Расуль, у Раббил Алямин. Он так, как он говорит, он посланник Господа миров от Аллаха, субхану ва-те-аля. И после этого, что они сделали сажда? Вот эти сахара, вот эти колдуны пали ниц Аллаху, субхану ва-те-аля. Ча'ля фираун, я лтафиту илейхим. Тогда фараон на них начал с удивлением смотреть, он же их позвал, чтобы они ему помогли. А-мэн-тум би-и-кабля ан-а-зана лакум. То есть вы уверовали в него до того, перед тем, как я вам разрешил, субхану ва-те-аля. Даже иман, фираун, даже чтобы уверовать в Аллах, у тебя мы должны решение просить. Насколько ты залим, насколько ты притеснитель. А-а, хэда мхаттат. После фараон говорит, а-а, вы договорились. Инна хэда ламакрум макартуму филмадина. Фасэуфа ти'аламун. Вы в городе договорились так сделать специально. Уже начал обвинять своих же помощников, своих колдунов. Я вам покажу. Ла-у-капта анна айдиакум ва-арджу лакум мин хиляф ва ла-у-саллибаннакум аджмаин. Я отрублю вам руки, ноги наперекос, наискосок. И я вас всех повешу. Я вас всех повешу, фараон сказал. На что они ответили, вот эти сахара. Посмотрели на фараона и сказали, ла-дайр, не беда. Делай, что хочешь. Убей нас, повесь нас. Ла-дайр, не беда. Поистине мы вернулись к Аллаху, к нашему Господу. Поистине мы вернулись к своему Господу. Мы к Аллаху, у Него просим защиты, у Него просим о помощи, чтобы Он простил наши грехи и то, что Ты нас заставлял делать из этого сихра, из этого колдовства. То есть, Аллах, все благо у Него, и Аллах, вечно к Нему мы вернемся. Я говорю Ибн Аббас. Ибн Аббас, рада Аллаху, он сказал, Вот эти колдуны утром были грешниками, колдунами, неверующими, а ночью они стали шахидами, верующими в одного Аллаха, субхану ва-та-Аля. В один же день Аллах поменял их сердца и наставил на прямой путь. Посмотрите, как они крепко, стойко стояли. Во-первых, как они только пришли фараону, футину, то есть фитна произошла. Но после этого Аллах, субхану ва-та-Аля, возвысил их над фараоном, и они уверовали в Аллаха, субхану ва-та-Аля. Ибн Кафир, рахмаму Аллах, сказал, более 70 ученых Сахара, более 70 ученых колдунов пришли, и все они были самыми главными колдунами, и все они приняли, поверили в Господа миров. Потом Муса, алей-салям, бада Муса, я дуу нас. После этого Муса, алей-салям, помимо фараона, начал призывать людей к Аллаху, субхану ва-та-Аля. Калю ли фираун, а тазеру Муса ва-каумаху ли ювсиду фил арди, ва-я-зарака ва-а-ли-хатак. Те, кто с фараоном сказали, ты просто так оставишь Мусу, просто так ты его отпустишь, и его народ, чтобы они делали фасад, распространяли, как они называют, нечесть здесь на земле, что дабы и покинут тогда народ, покинет тебя, и тебе не будут поклоняться. Ты просто так закроешь глаза на это, фираун. Калю, санукаттилю абнаэхум ванастахи нисаэхум ва-инна фавкахум кахирун. К их женам, к их женщинам. Поистине, у нас сил больше, чем у них. У нас власть, не у них. Каля Муся али-кауми. Муся, алейсалям, обратился к тем, которые веровали в Аллаха, сказал, истяину биллах. Просите помощи только у Аллаха. Восберу. Проявляйте терпение. Инна л-арда лиллах. Эта земля принадлежит Аллаху, субхану ва-та-аля. Юрису хамайя шау мин аибаде. Преемниками этой земли он делает. Кого пожелает из своих рабов? А благой итог вечности ждет богобоязненных. Будьте стойками. Не бойтесь его. Тогда Фираун Аллах, начал посылать Муся, алейсалям, аят. Некие знамения Всевышнего Аллаха, субхану ва-та-аля. Всевышний говорит, я дал Моисею девять ясных знамений. Каля, аль-кауми Фираун, Всевышний Аллах касательно фараона его народа сказал, вот за это все время Аллах посылал им потоп. Ва-ль-джарад, саранчу, ва-ль-куммаля, ва-дзатадь, ва-дама аятиму фасалят, фастекбару, акану, ковмен муджеримин. Я им посылал потоп, я им посылал саранчу, говорит Всевышний Аллах, субхану ва-та-аля. Насекомых разных, вшей, лягушек, кровь, разные-разные знамения, дабы они уверовали. Однако они проявили высокомерие и были грешниками. И были грешниками. Хамма фираун, а не татаббаа фираун, Муса, ва-каума, ле-яктулу. Тогда фараон уже не знал, что делать. Говорит, давай убьем, закончим с Моисеем, с его народом, с Муса, ай-я-сам, убьем их. Фа-у-халлаху ле-муса. Тогда Аллах внушил в сердце Муса, ай-я-салям, Всевышний Аллах, субхану ва-та'алла, Муса, ай-я-салям, ночью сказал, спешите с Моими рабами, покиньте. Вас преследуют, Фираун хочет вас убить. Оставь море тихим, поистине, я их всех потоплю. Тогда, когда подошли перед морем, и вот этот случай был в день Ашура. Завтра 10-й день Мухаррама. Вот это случилось событие в день Ашура. Много-много лет назад, братья. Много-много-много лет назад, братья. Тогда, когда добежали, хотели покинуть, увидели перед ними море. Дальше дороги нету. Сзади Фираун со своим войском бегут, чтобы их убить. «Калю асхабу Муса, те, кто с Муса, алейхи салям, напугались, и сказали, «Инна ляму дракун». Все, нас поймали. Нас догнали. Посмотрите, как Муса, алейхи салям, его «Тавхид», его «Таваккуль» как он был привязанное сердце с Аллахом, субхану ва-те-Аля. Аллах не нарушает обещания. «Каля, каля, инна маи рабби саяхди». Нет, со мной мой Господь. Со мной Аллах, субхану ва-те-Аля. Он покажет нам путь. Субхану ва-те-Аля. Народ его говорит, «Что с тобой? Какой Господь?» Уже начал шаг, начал сомнение. «Лейсэ маа килля асса». С тобой только маленькая палочка, и все, больше ничего нету. «У них войско, у них армия, у них конница. А мы пешком идем, больше ничего нет, они сейчас нас поймают». Тогда Аллах, субхану ва-те-Аля, сказал Мусу, Мусу, ударь этим посохом по морю, и она разделилась на 12 путей. «И покажи им на сухой путь, то есть идите по сухому пути, выберите эту дорогу, и не бойтесь ничего, никто вас не поймает, ничто вас не настигнет». То есть на 12 путей море раскололе, стали волны, как скалы. И когда Мусу, алейсалям, вот эти 12 путей, когда они бежали со своим народом, друг друга видели, через, как будто вот это зеркальное, через стеклянное, через море, и они пробежали. После этого Джибрил, алейсалям, сабака фирауна аля фурси. Джибрил, алейсалям, на своем коне обогнал фараона. И фараон за ним бежит со своим войском, за ними. Тогда Джибрил, алейсалям, обогнал, «Хатта талатамата алейхим аль-амвадж». Мусу, алейсалям, пробежал со своим народом и закрылись эти волны, и потопило фирауна и его народ. Фираун в этот момент, когда начал захлебываться в воде, начал говорить, я уверовал, то, что нету иного Господа достойного поклонения, я уверовал в того Аллаха, в которого верили в Бану Исраил, и я из числа мусульман, я из числа покорных, Аллаху, субхану атехали. Тогда Аллах сказал, только сейчас, только сейчас ты уверовал в фираун. До этого ты ослушался и был из числа тех, кто распространял нечесть, невежество на земле. Сейчас ты напугался смерти, сейчас ты уверовал? Сколько тебе знамений было? Сколько я тебе отдавал осрочку? Почему ты только сейчас уверовал, когда увидел ангела смерти? В этот момент Аллах не принимает твое покаяние, не принимает тяубу. Джибрил, алейсалям, пророк Мухаммад, не видел эту историю, но Джибрил, алейсалям, передал ему и сказал, то, что Джибрил сказал, я возненавидел фараона за его высокомерие, когда он сказал, я ваш Господь, я ваш Бог. Я брал глину из моря, затыкал рот фараона, чтобы он не повторял, боясь, то, что Аллах к нему проявит свою милость и простит его. И Аллах, Субхану Талли, сказал, сегодня мы сохраним твое тело только. чтобы ты был знамением для тех, кто придут после тебя. И Всевышний Аллах говорит, поистине, многое из людей не придают значения нашим знамениям. После этого это произошло в день Ашура. Аллах дал, возвысил Муса, алейсалям, его народ и уничтожил фараона и его войска. После этого Муса, алейсалям, со своими народом, асхабами, начали смотреть на фараона, на его войско. То, что они стали мертвыми. Не могут сами себе ничем помочь. Где ты, Фераун, который говорил, я ваш Господь? Где твою Иля? Какой ты Иля? Где твои реки, которые ты говорил, под твоими ногами? Текут. Это было в день Ашура, десятый день месяца Мухаррам, который, уважаемые братья, завтра будет. На что пророк Мухаммад, салаллаху алейхи и салям, когда прибыл в Медину, увидел, что постятся иудеи и сказали, Аллах дал вот эту победу Моисею над фараоном, на что пророк Мухаммад, салаллаху алейхи и салям, сказал, У меня больше прав на моего брата Мусу, чем у вас. Уважаемые братья, вкратце, возьмем для нас на сегодняшний день некий для нас с вами пример, что мы можем для себя взять из этой истории. Во-первых, нур свет, который Аллах дал тем людям, которые хотят распространять добро на земле, кто идет с правдой, с истиной, с добром, притеснители, что бы не хотели поступить, сделать с ним, с этим нуром, они не смогут его потушить. Мусу, алейхи салям, как только не обвиняли, сказали, колдун, но Аллах дал, то есть, показал истину в этот день. Аллах дал помощь и победу Мусе, алейхи салям. Второе, посмотрите, уважаемые братья, давайте вместе посмотрим, как они были стойкими. Праведные люди, стойко стояли на пути Всевышнего Аллаха, субхану ва-те-Аля. Какие праведные. Утром они были грешниками, колдунами, а к вечеру они стали верующими, пали шахидами, уверовали в одного Аллаха, субхану ва-те-Аля. Посмотрите на супругу фараона, салиха, фи-бейт-ин-фаджир. Жила в доме грешника такая праведная женщина, супруга фараона. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ أَمَنُوا مْرَأَةَ فِرْعَوْنِ Аллах приводит ее в пример в Куране для верующих супругу фараона. Другой мужчина фи-бейт-и фараон айдан тоже в доме фараона был. То есть был один мужчина жил в доме фараона скрывал свою веру. Может быть еще кто-то был Аллаху а'ля может кто-то еще в его доме жил скрывал свою веру. Поэтому никогда человек когда призывает к добру призывает к хорошему призывает ко Всевышнему Аллаху субхану ва-те-Аля никогда не должен там голову там все руки опускать и сказать это никогда не послушать это никогда не изменится. Иногда люди так говорят какой бы грешник не был и скажут что ему не говори он все равно там не оставит этот грех что ему не говори он все равно не будет молиться он все равно не будет правильно справедливо себя вести в этот момент мы должны понимать то что Аллах субхану ва-те-Аля только он ставит направляя сердца на прямой путь. Один раз один брат говорит, я его не смог поставить на намаз. Я говорю, кто ты такой? Кто я такой? Кто мы такие, чтобы ставить людей на намаз? Мы думаем, Аллах же только от нас что? Только доносить. Аллах в Коране говорит про Року Мухаммаду, на тебе, Мухаммад, только донести. Аллах, кого пожелает, поставит на прямой путь. Кого пожелает, Аллах, Субханда, заблудит. Поэтому всегда всегда призыв, всегда доброе слово хорошему, справедливому. К Аллаху, Субханда, какой бы человек не был, какой бы родственник не был, какой бы высокомерный не был, всегда человек должен призывать к благому. И не думать, примит он или нет, это не в наших руках. Результат у Аллаха, Субханда, а мы должны брать причину. Посмотрите, Мусс, Алейсалям, всегда в эти сложные времена, всегда поминал Аллаху, Субханда, поднял руки и сказал, Раббана, инна ка атейта фир ауна, ва мала ау зинатан, ва амалан фил хаяти дуния. Раббана, то есть он поднял руки и начал делать дуа. Когда уже устал, человек уставает, постоянно призывал, устал, и уже не знал, уже безвыходной ситуации, и говорит, о, мой Господь, о, мой Господь, поистине ты дал фараону и его народу красоту и имущество, богатство в этой жизни. Раббана, или юзилю, о, наш Господь, они же сбиваются, и сбивают людей с твоего пути. Зачем ты им это даешь? Потом начал делать дуа. Раббана, тумиси аля амвалихим. Аллах, сотри их богатство. запечатай их сердца. Поистине они не уверуют до тех пор, пока не увидят сильные наказания. То есть сколько ты им дал знамения, сколько мы им говорили мягкие слова. В этот момент, Ибн Кафир говорит, когда Мусс, алейхи салям, просил дуа, Харун три раза сказал, амин, амин, амин. И Всевышний Аллах, субхану а тааля, ответил на его дуа. Я ответил на ваш дуа. То есть, когда уничтожил фараона и его войско, идите прямым путем, и не идите путем невежды. Ибн Кафир говорит, Аллах ответил на его дуа через сорок лет. Поэтому человек, когда просит дуа, не должен говорить, я прошу, я прошу, Аллах мне не дает. Аллах, субхану а тааля, дастся или в этой жизни, или отдалит от тебя какую-то беду, или увидишь эту награду в судный день. Но просто так он тебя не оставит без ответа. И всегда человек должен связывать свое сердце с Аллахом, субхану а тааля. Всегда должен связывать свое сердце с Аллахом, субхану а тааля. И самое последнее, что хотелось сказать, уважаемые братья, что Аллах, субхану а тааля, когда уничтожил фараона, Он сказал, Ты был из тех, кто распространял фасад. Не просто ты грешил, но ты распространял фасад. Поэтому самое суровое наказание для раба Аллаха, самое суровое наказание для раба Аллаха – стать предводителем зла. Стать предводителем зла, призывающим козлу греховному. А самая величайшая милость – стать предводителем добра, призывающим к нему. Выводить людей с помощью Аллаха на прямой путь. И следовать этим путем самому. Поэтому мы должны быть бдительными. Есть разница между тем, что человек совершает какой-то грех, или между тем, когда он призывает к греху. Когда человек какой-то грех совершил, каждый человек грешит. У каждого есть грехи. Но самый лучший из этих, кто просит у Аллаха, субхану а тааля, покаяние. Тауба. Но есть другая категория людей, которые не стесняются грешить, призывают других людей грешить. Сам грешит. И людей еще компанию собираешь, чтобы вместе грешить. Вот именно Аллах, субхану а тааля, в конце, когда уничтожил фараона, сказал, Ты был из предводителя зла. Поэтому человек должен быть бдительным, оберегать себя, своих близких, своих детей, дабы они не были из тех, которые призывают к хараму. Которые призывают хараму своими действиями. Сейчас это очень легко делать. С технологиями, через инстаграм люди, когда призывают, покажут какой-то грех. И люди берут с них примеры и тоже совершают это. И он фасад распространяет. Поэтому, да, Аллах смотри всем, чтобы нам указал прямой путь. Завтра день ашура. Инша Аллах, да, Аллах смотри нам возможность пропаститься. То, кто сегодня постится, девятый день, аль-хамдул-лях. Завтра десятый день. То, кто сегодня не постится, может завтра пропаститься и послезавтра. Кто сегодня постится, может также три дня пропаститься. Сегодня, завтра и послезавтра. Но, еще раз повторимся, «Ла юкеллифу Аллаху нафсена илла вуси'аха» Аллах не требует человека то, что ни в его силах, ни в его возможностях. Это пост не фард, это пост нафель. Но, однако, награда – один год прегрешения, прошлогодних прегрешений прощает Аллах, субхану ва-та-Аля, посредством одного дня. Поэтому, даже если тот, кто один день даже хотя бы завтра пропостится, он полную награду, помиловаться Аллаху, субхану ва-та-Аля, возьмет, иншаллах.